Всем привет, друзья, с вами Ахилл, и это Кримсон Ланд, или Кримсон Лэнд. Это шутер с видом сверху и элементами ролевой игры. Друзья, игра моего детства. Очень много часов было проведено в этой игре, когда еще был комп Селерон у меня. Здесь тысячи пришельцев нападают со всех сторон. И задача здесь только одна, это выжить. Ну и любить как можно больше этих тварей. Давайте же посмотрим, что в этой игре изменилось за последние лет 15 или сколько. Так, начните свой путь в борьбе с Ордой, разблокируя оружие и перки. Оставайтесь в живых как можно дольше. Ага. Выживание или задание? Наверное, задание это как бы сюжетка, да? По очереди оружие за оружием будет разблокировано в зависимости степени уровней. Наверное, в начале лучшее задание. А выжить, это, я так понимаю, бесконечный режим. Вот. Ага, выберите задание. Эпизод. Первое. Враждебная земля. Норма? Блин. Жалко, нельзя раскрыть, открыть сразу более сложные уровни. Вы же знаете, то есть для меня норма это как... Сходить в туалет, наверное, да? Ну, давайте посмотрим, что здесь. Первый уровень и первое задание. Поехали. Вот он мы. Мы в центре. А, это 12 патронов. Ага, вот сразу АКМ дали. После первого убийства. Так, неплохо. Перезарядка здесь на R. Все хорошо, прогресс. Бегать здесь нельзя, да? Бегать нельзя. И прыгать ничего нельзя здесь делать. Это ядерная бомбочка. Если ее взять... А, все? Это все? Так, открыто достижение АКМ, автомат, боеприпасы, количество 25. Все отлично. Продолжить. Давайте следующее задание. Но это норма. Это нормально. Идем дальше сейчас. Работаем. Здесь какое-то избиение младенцев. Идем дальше. Уровень 2 выберите. А, уровень 2. Выберите перк. Ага. Перки. Кстати, такого раньше не было. Тебе удается уместить в обойме на 20% больше боеприпасов, чем когда-либо другом. Они зовут тебя... Они зовут тебя... Т-т-т-т, боеприпасы с глубоким уважением своих голоса. Так. Чем ее больше, тем веселее. Гарантированно такое кровь, море удваивается. Кровь просто льется крикой, а ты получаешь на 30% больше очков опыта. Вот это, кстати, прикольная тема. Три радиоакцина вокруг тебя. Замедлительность сверху монстров не нравится. Ага. Так. 4 ждетого урона, когда замедляется время. Но длительность бонуса уменьшается вдвое. Лучше первое взять на урон... Ой, на опыт. Чем мы быстрее получим опыт, тем быстрее мы получим другие перки. Учитывая, что... То есть вот такая вот тема есть. Ага. Это покрупнее. Дичь. Смотрите, 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 смотрите. Уже начинает прессовать. Это меня не покоцали разок, да? Не идеально, значит, я уже уровень прохожу. Ну давай, подходи, подходи, подходи. Давай. На! Все, второй уровень пройден. Новое достижение. Новое оружие открыто. Это дробовик. Поехали дальше. Не тратим времени. Учебная стрельба. Кстати, здесь нельзя менять оружие. То есть если я подобрал дробовик, значит у меня будет дробовик. Уровень 2. Ага. Следующий у нас перк появился. Возможность изучить. Один из четырех. Из воздуха. Бонусы появляются на поле боя в случайном порядке. И все это без кровопролития. В случайном порядке бонусы. Прикольно. Непонятно, каким образом ты умудряешься заставлять свое оружие выпускать пули быстрее. То есть это скорострельность. Понял. Силой мысли ты медленно, но верно притягиваешь к себе ближайший бонус. Порой кажется, что это устремленный возглавный бонус появляется буквально на руках. Ага. Взгляни на мир свысока. Точно так же, как Орел. Ты ведь знаешь, что он летает высоко. Орлиные глаза. А-а-а. То есть это, скорее всего, может быть, экран поднимется выше. Скоросты. Давайте, наверное, или скорострельность, или чуть повыше экран. Давайте скорострельность возьму. Орлиные глаза. Ага, окей, поехали. Продолжить. Странно, почему они появлялись. Это, скорее всего, как тренировка, наверное, была. Сразу дробовик берем. Если я не ошибаюсь, если я не взял бы дробовик, и он бы потом пропал. Ага, ага. Вот видите, видите, видите. Так, да есть достижение. Чем ее больше, тем веселее. Гаранативно море крови удваивается. Кровь просто льется рекой, а ты получаешь на 30% больше очков опыта. Дальше. Ты мастер кулачных поединков. Теперь ты не просто стоишь, когда монстр находится рядом, а даешь ему сдачи. Жестко. Даже когда у тебя есть щит. Чувак, ты, несомненно, знаешь, как перезаряжать оружие. Быстрая перезарядка. Блин, крутая. Просто возьми оружие, оставь вопросы. Выбор оружия. А, я сам смогу выбрать оружие? Блин, тоже прикольно. Или опыт получать, или быстрая перезарядка. Давайте, наверное, чтобы я еще быстрее опыт получал на 30%, да? Давайте на 30%. Ой, вот это... Это замедление времени. Аккуратно, аккуратно. Хорошо. И еще опыт я получил. Быстро я получаю опыт, ребят. Значит, не зря я беру эту тему. Это сдачи даю, да? Это если меня кто-то ударит, я отдам сдачи. Это я притягиваю бонусы. Это я смогу выбрать оружие. Эксперт по перкам. Ты бесспорно знаешь, как выбрать перк. Большинство людей просто не замечают дополнительные перки, находящиеся рядом. Ты получаешь больше перков и достигаешь следующего уровня 25% быстрее, чем раньше. Ты получаешь больше перков и достигаешь следующий уровень на 25% быстрее. Давай. Сейчас мы все перки здесь изучим. Хорошо, все. Закончено. Новый дробовичок. А, ионная винтовка. Кстати, ее не было. Ионные винтовочки. Следующий уровень. А, это логово. Здесь нужно уничтожать вот эту тему. Вот она, эта ионная пушка. Из нее постоянно выходят мобы. Из этих коконов. Поэтому нужно постоянно... Их уничтожать сразу же, как можно быстрее. Может быть, конечно, есть смысл пофармиться и не убивать их так сразу. Ну, не знаю. Так, значит, дальше. Твое прицеливание значительно улучшится благодаря новому лазерному прицелу. Ты также сможешь наносить немного больше урона и получишь одну дополнительную пулю в обоими. Сделай это. Так, это у нас, значит, фигня. Или, значит... Или... Чуть больше урона прицеливания. Один патрон, да, больше. Или орлиный глаз. Ну, давайте снайпер возьмем. Это, если не ошибаюсь, заморозит всех вокруг. Ага, ага. Все. Следующий уровень. Новый перк разблокирован. Все твои пули снабжены уров... Как? Урановой начинкой. Теперь они наносят больше вреда монстрам, верно? Верно. Давай попробуем. А, то есть это автоматически мне дали этот перк, да? То есть он у меня уже сразу есть. Урановые. Ну, надеюсь, он мне его сразу дали. Его, может, его надо изучать, я не знаю. Опа, вот эту тему я беру. Так, дальше опыт дали. Это скорострельность. Это что такое? 5000 очков опыта или 10% от твоего общего опыта. Что выйдет больше, то и возьмешь. Прямо сейчас возьми или оставь. 5000 очков опыта или 10% от твоего общего опыта. Мгновенный победитель. А, это такой подарок, да? А это что такое? В обмен на твою душу и 99% здоровья, таинственный незнакомец предлагает тебе 3 новых перка. Ух ты, 3 новых перка, просто поставь подпись под этой пентаграммой. То есть это как, знаете, сразу напомнило мне фильм «Призрачный гонщик», где тоже повелся на сделку с дьяволом. Сделал сделку с дьяволом. Если я... У меня останется 1 хп, но 3 перка я смогу взять, да? Ну, может быть, мы еще это сможем сделать? Может быть, вначале вот это взять? 5000 очков посмотреть, да? Или 10% от твоего опыта? Давай вот это. Вот так вот. Ну, неплохая пушка, да? Я думаю, АКМ не будем брать. Урон хороший. Плюс электрика, статика идет. Опачки, патроны. У нас сейчас будут огненные патроны, да? Ух ты, ешки-матрешки. Ничего себе раздаем. Так, бегун на длинной дистанции. Ты двигаешься так же быстро, как и паровоз. Чем дольше бежишь, не останавливаясь, тем больше твоя скорость. Прикольно. Твоя прицель унизначительно улучшена благодаря новому лазерному прицелу. Так я же это брал, да? Ага. Ты получаешь больше перков и достижаешь на уровне 25% быстрее, чем раньше. Блин, вот это тоже хороший бегун. Чем дольше бегаю, тем больше скорость. Давайте сначала я бегуна возьму. А-а-а! Не останавливайся. Да на тебе, на тебе, на тебе! Хорошо, хорошо. А-а-а! Ай, что такое? А, это щит. Временный щит. Неплохо. Узишку добавили. Едем дальше. Так, ку-ку, где вы? Монстры! Ух ты, пауки, ребят, пошли. Так, опыт. Получили опыт. Когда замедляется время, урон повышается. Понял. Но она не всегда появляется, этот бонус. Покруг тебе заметно зеленое свечение. Монстрам не нравится это потому, что оно наносит урон, когда ты находишься рядом с ними. Это немного влияет на твою общественную жизнь. А, ну это вроде хп у меня будет еще тратиться, да? Ну ее нафиг. Ну и у них тоже будет тратиться, и у меня будет. Бонусы появляются на поле в случайном порядке. А это что? Стремительно сказать каждый снаряд крысиным ядом. Хоть ты и делаешь это на удачу, но кажется, все это имеет и другие побочные эффекты. Отравленный снаряд. Давайте отравленный снаряды возьмем. Узишка, конечно, такой себе. Давайте дробовик возьмем. Так, смотрим, опыт, да? На 30% больше очков опыта. А здесь все твои пули снабжения... Ага, опять то же самое. Но носит больше вреда монстрам, верно. А, нет, это у нас... Якобы он открыт был, но мне кажется, мы его так и не изучали. Давайте возьмем. Вот это другое дело. Это другое дело. Опыт получили. Оружие быстрее перезаряжаю. Ты каким-то образом притягиваешь к себе все виды бонусов, поэтому они появляются чаще. Бонусы чаще появляются, да? Опыты я получаю чаще. Давай опыт я еще буду... Еще чаще буду опыт получать. Я и так после каждых, не знаю, скольки-то там убийц. Ой, неная пушка. Это еще что такое? Все. Жалко, жалко, что нельзя было сразу уровень посложнее взять. А то норма, конечно, это слабенько для меня. Доктор, ты с первого взгляда можешь определять состояние здоровья кого-либо... А, вот это крутая тема. Можно сразу видеть, сколько у противника хп. Но это нужно еще открыть. Этого пока еще нет. Пока не берем заморозку, возьмем как совсем будет жутко. Монстры больше не могут замедлить тебя своим противными укусами и царапами. Они продолжают причинять боль, но ты ее просто игнорируешь. Так меня, в принципе, никто не касается. Давай вот это. А-а-а! Ну как это может не нравиться, чат, а? Ребята, зрители, как? Ну даже кайфово. Кто-то может сказать, что как-то легко, но опять же, это норма. Я так понимаю, нужно игру пройти... Полностью, чтобы следующий уровень сложности открылся. На следующих уровнях сложности монстров будет в десятки раз больше. В десятки, ребят. Ты, несомненно, знаешь, как перезарядить раз быстрее. Так, или все-таки отравленный снаряд. Давайте перезарядку возьмем, наверное. Давайте, Сакай, мы постреляем. При разнообразии. Постреляли. Винтовка Гаусса. Понял. Винтовка Гаусса. О-о-о-о! Хо-хо-хо-хо-хо-хо! Ой, винтовка Гаусса! Ребята! Ну это что-то какая-то... Это халява, я называю. Урон максимально жесткий. Ну давайте вот этот взгляд посмотрим, да? Вот, повыше у нас теперь, мы видим выше. Визуально. Ха-ха-ха-ха! А-а-а... Так... Больше вреда монстрам. Еще больше вреда монстрам? Ну давай. Я и так ваншочу. Давай. Не всегда же эта пушка будет у нас. Могу попасть. Блин, я хочу с этой пушкой подольше поиграть. Дайте в ней поиграть подольше. Тебе приходится выплескивать это наружу. К несчастью, оттого страдают окружающие. Понял. Это еще кто? О-о-о! Посмотри-ка на него. О-о-о! 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 Жестко! Ребята, это какой-то босс, что ли? Так, ты стреляешь, сказать, каждый снарядок... Ммм... Перезаряжать оружие быстрее, наверное, возьмем, да? Или чуть побольше урона будет. Немного больше урона получится одну дополнительную пулю. Давайте перезарядку возьмем. Так, дальше что? А, состояние здоровья надо, наверное, брать. Тебе удается уместить в обойме на 20% больше боеприпасов, чем кому-лик другому. Они зовут тебя тттт, ага. Ну, давай посмотрим, сколько хп у кого. Так, дальше. Еще опыт получим. Еще больше вреда наношу, да? Скорострел, скорострельность. Давайте еще больше вреда вот этим. Вот это мне по... Вот это мне по нраву. Надо вот это сейчас завалить. Отравленные пули. На удачу чаще появляются предметы, да? Это я пока не буду брать, а то что-то здесь. Ну, давайте. Ой-ой-ой-ой, тиши-тиши-тиши-тиши-тиши-тиши-тиши. Все? Все, это, видимо, босс какой-то был. Завершение первого этапа. Ракетница. Добавили. Новое оружие. Ага. Все, мы прошли первую главу. Открылась вторая. Красная тропа. Но давайте я еще хочу, знаете, попробовать выживание сыграть. Давайте посмотрим выживание. Что такое выживание. Классический режим выживания. Используйте оружие и перки, которые разблокированы на заданиях, чтобы набить очков до небес. Ну, давайте посмотрим, что это такое. Ага, смотрите, здесь сколько очков люди набирают. Поехали. Посмотрим, сколько мы продержимся. Я так понимаю, это бесконечный режим. Сейчас я вам покажу, что такое мясо, настоящее мясо. Сразу винтовочку дают. На старте. Да вы серьезно, ребят? А, тут я, конечно, косой. Она, кстати, косит во время движения немного, да? Ого. Ого. Так, зачем убивать ради опыта, если ты можешь получать его просто так? С этим перком опыт увеличивается все быстрее и быстрее. Давай. Так, дальше смотрим. Это что такое? Выбери этот перк, и ты будешь отмщен. Это обещание. Последняя месть. Может быть, это типа возрождение будет? Что, может, РПГ попробуем? О, жестко. Пошла, пошла массовка. Погнали, везунчик и возьмем. Так, опыт еще быстрее. Давай. так это что притягивается ко мне бонусом да а это кипит давайте мясо мясо что же был подождать пока подойдет ай 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 вот это жмут вот это жмут ой зажимают ребят очень зажимают сильно перезарядку увеличить или экспо или еще больше уровня давайте еще быстрее уровень и 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 пошли отсюда пошли вон черти это же такое предлагают сделку я увеличу твой опыт на 66 процентов а взамен получу твою жизнь да ты умрешь но опыт увеличится у тебя секунда на размышления замечательный опыт увеличится на я умру нет спасибо так попытка выстрелить из оружия с пустой обоймой приведет твой опыт к серьезным убытком и ведь это снижает его верно так когда не надо это предлагает фигню какую-то из воздуха бонусы появляются на поле боя в случайном порядке без кровопролития ну давай тише офигеть что такое откуда они появляются урон маловат мне надо урон повышать урон слабенький не могу не вывожу вот больше вреда на нашего урона давайте его все погиб какие-то еще монстры появились нужно конечно не дробовик дробовик нужно было поменять на какую-нибудь ионную пушку но в общем вот так вот вот ребят вот такая вот игра как вам рассказывайте крутая не крутая пушек здесь очень огромное количество сейчас мы посмотрим назад назад это видимо рекламирует их может быть следующий продукт я даже не знаю что за игра такая дополнительная вот здесь вот до перки вот оружие вот мы только как сколько оружие разблокировали а тут еще есть огромное количество вот их разновидностей ну и перки да ну половину перков мы разблокировали из тех что есть хотя даже какие то мы даже не видели не читали типа вот этого роковая лотерея 50 на 50 либо умрешь я всегда м ст путаю ну точнее здесь так написано либо получишь 66 тысяч очков опыта делайте свои статки есть желающие либо умрешь либо получится 6 тысяч чоп ну неплохая сделка на самом деле если это по в начале игры где-то появляется да и тебе 66 тысяч очков опыта это круто но это рандом рандом в общем вот такая вот игра crimson land как вам ребят нравится не нравится пишите в комментариях это моя игрушка детства я ее полностью проходил но тогда кстати там вроде бы не было перков если не ошибаюсь одна из самых первых частей crimson land и мне кажется там не было перков были вот все вот эти бонусы это все было я помню визуально как они выглядят вот насчет перков я вообще не помню мне кажется их не было все ребят всем пока